Вы знаете, у нас определенная цель. Мы собрали авторитетных ответственных представителей, Группу охраны памятников, Общественной палаты Москвы, Федеральной и областной предложения. Это вы знаете уже по списку. Мы очень внимательно изучили список и очень благодарны, что такое серьезное общество сегодня собралось здесь. Для нас это было немножко даже неожиданно, когда Антоник мне позвонил, это было может быть чуть больше месяца назад, и предложил такой формат встречи. В силу своей профессии и склонностей, знаете, изучили информацию о Кингисеппе, о Ям, Ямбурге Кингисеппе, как мы его называем, что нам уже больше чем 630 лет, эта земля богата историей, традициями. У нас очень много побратимов, даже в Поднебесной в Китае есть побратимы. Но, тем не менее, мы очень благодарны Анатолию Николаевичу, но не только мы, наверное, вся Ленинградская область ему благодарна, за то, что он делает для области, за то, что он, вот именно наше сегодня собрание, оно посвящено, наверное, сохранению памятников культуры. К сожалению, Ям, крепость наша, вот, ну, сегодня, она балована, и перетерпела, наверное, за все те века очень много испытаний. Хотелось бы, конечно, что-то увидеть, что-то оставить нашему наследию будущему, чтобы они гордились той историей, которая была на территории, на этой земле, так скажем. Нам очень приятно, что мы смогли быть в программах Евросоюза и получать гранты на разные нужды, которые были вокруг крепости. Это и подходы крепости, это и променад, который, надеемся, в своем будущем дойдет до крепости, в том числе. То есть у нас, не сказать, что мы стоим на месте, но вот такой пласт, как наша крепость Кенгисепия, сдвинутый одним плечом невозможно, одним плечом, двумя даже плечами, вместе с регионом, это тоже очень сложно. Здесь нужна государственная рука, очень вам признательна и рада. Поэтому еще раз я всех приветствую, хочу вам пожелать сегодня очень хорошего, благотворного дня, хороших впечатлений. Помочь городу Кенгисепу, возвратить его памятники, насколько это возможно. Поэтому мы собрали тут ответственных людей и надеемся, в перспективе, что наши подписи, включая ваши, помогут нам обратиться в Министерство культуры, участнице к Мединскому, с тем, чтобы какое финансирование установить и так далее, с тем, чтобы заинтересовать туристов и горожан. Ну вот, значит, КМИС хотели начать с храма, из-за его повторных аж-копов, консерваций, установки КОПАКа и внутри иконы Святого Михаила, которые, конечно, нужно, так сказать, изобразить. Ну вот, значит, мне кажется, что вот Кенгисеп, лучше его, конечно, Янградом называть, я не знаю, когда-нибудь так и состоится, очевидно. Всему свое время. Да. Значит, док Кенгисеп, он богат своей основой, своими замечательными, частично скрытыми зимой памятниками, ну вот, не только, конечно, городище, ПАК, даже не только, есть и другие здания, но мы сосредоточимся на самой драгоценной святыне, которую хотим вернуть эту святыню городу, хотим вернуться, понимаете, но в этом, как и в случае, рассказано в летописях ни в одном эпизоде. Боевая роль крепости, она была описана в летописях с очень красочными, необычными для этих летописях подробностями. Это пушечные дуэли, это наступление немцев, это, значит, до постройки Ивангарда, это главная защита новгородской земли, оставайте всей России. Настала такая пора в городе осознать его замечательное прошлое и остановиться на возрождении его каких-то памятников и объектов. Значит, мысль такая, мы сегодня, второй понедня, пройдем по городищу, посмотрим, ну вот, затем начнем обсуждение вот этого документа. Это впервые в нашей стране такой интересный эксперимент, что люди общественных и государственных организаций вместе сложились и поехали выручать целые крупные объекты России. Чтобы турист не только посмотрел крепость, но ему же надо весь комплекс услуг туристов нужен, да? Поэтому мы готовы развивать и Ивангуро, и Кингисет, конечно, но одним нам не справиться. Мы хорошо знаем, есть Кингисет, Ивангард, есть Коборо и так далее, но многие люди там на городу в Москве, они просто никогда не были, не знают, где это все. Понимаете? Ну вот, после нашей печи здесь, будем надеяться, они узнают. А если не узнают, то еще раз напомним. Делаем много для того, чтобы наша жизнь стала лучше на этой территории, в том числе в Кингисетском районе, но когда переходишь границу, здесь 25 километров, как развивается Эстония, которая 20 лет назад ничем не отличалась абсолютно, сегодня это туристическая, уже в Меках определенные изюминки в Евросоюзе. Туда едут туристы с штабелями. И все мызы по дороге, которые были в воинской части, заброшенные абсолютно, истории такие, вот мы все и то не успеваем проехать, потому что, наверное, это нет времени. Постоянут приглашение, вот посетите такую мысу, посетите такую мысу. Везде не только идет реставрация, но поднимается история с корней, с поколений поднимается история этих объектов, и каким-то образом что-то находит, какой-то гвоздь, какую-то картинку, что-то вешивает, что-то убеждает, что это именно оттуда. Конечно, нам зависть, получится в Кенгисепте низкий поклон. Мы будем все благодарны, что мы вместе поднимем эту историю. Не получится, но придут после нас новые поколения, скажут, ну вот ребята там сидели, что-то там, работали, делили, ничего у них не получалось, а вот у нас получилось. Мне хотелось бы, чтобы получилось, например, у нас. Ну вот хотелось бы, да, мы вот Кенгисепте хотели бы, чтобы это получилось вместе с вами.